Добрый вечер! Вы смотрите вечерние телемикс-новости в студии Ольга Муравьева. Сегодня в эфире. Движение первых. Ученики 22-й школы пополнили ряды нового объединения. Один день на принятие решения о территории для ремонта определяют уссурийцы. Тигринные истории продолжаются. Еще одно нападение хищников в Хабаровске. День Святого Валентина романтической можно назвать историю любви пары из Уссурийска. Преподносите книги в подарок. О редких изданиях и любимых произведениях поговорили с жителями округа. Карта города. Новая рубрика об истории улиц стартует на нашем канале. Отделение российского движения детей и молодежи открыли в школе номер 22 Уссурийска. Ученики разных классов дали торжественную клятву и настроились быть первыми во всем. Наша съемочная группа побывала на событии. Будь благородным и ответственным. Клянемся! Клянемся! Уважать старших и верить в дружбу. Клянемся! Клянемся! Теперь ученики 22-й школы Уссурийска в рядах нового всероссийского движения. Движение первых. Решением президента страны детей и молодежь объединили, чтобы помочь найти себя и раскрыть таланты. Начать свой путь можно на специальном портале. Чтобы ребенок понимал, что я могу зайти на одну платформу, здесь у меня есть все проекты. Российское движение детей и молодежи предлагает 12 направлений. Любой ребенок по желанию может выбрать и найти то, что ему по душе. Или, если он не определился, он может попробовать себя во всем. Ученики рассказали, в свободное от учебы время и раньше было чем заняться. В 22-й школе есть кружки для будущих медийщиков, актеров, юмористов, исследователей и другие по интересам. Дети участвуют во многих федеральных проектах. Юнармия – Россия страна возможностей, большая перемена. Но и движение первых лишним точно не будет. Если раньше они соединялись, но не так сильно, в основном каждый сам по себе был. То движение первых объединит это все в одно. И то есть дети станут ближе. И это намного актуальнее в том смысле, что это общение, это новые знакомства, это новый опыт. Участие в любом движении – это возможность попасть в Международный детский центр «Арстек», в лагеря всероссийские, познакомиться с крутыми ребятами, зарядиться крутой энергией, делать свой проект, например, как большой перемене. Сейчас тоже есть эта возможность. Также это, естественно, участие во всероссийских съездах. То есть ты себя зарекомендовываешь в школьной скамье, и потом тебе в универе будет проще. Первое отделение нового объединения «Движения первых» открыли в Центре детского творчества в начале февраля. Теперь очередь школ округа. Планируется, что в каждом учебном заведении будет своя точка всероссийского проекта. Анна Клыга, Алексей Максимов, Телемикс. Какое общественное пространство благоустроить в первую очередь будут решать уссурийцы. Голосование стартовало в интернете. На выбор предложили четыре варианта. Так, например, в центре города может быть сад Сакуры. Появление новых зеленых зон планируется на улице Плеханово между Советской и Некрасова. Рядом с Плеханово 55А предлагают оборудовать детскую площадку и создать локацию для спокойного отдыха. А еще обновить сквер, три камня на краснознаменной 135А и территорию в микрорайоне Южном. Чтобы поучаствовать в голосовании за будущие перемены, нужно зарегистрироваться на портале Госуслуг и пройти по ссылке, которая размещена во всех социальных сетях администрации округа. Сделать это можно до 15 февраля включительно. Жертвами тигра стали лошади в крестьянском хозяйстве села Яконовки. Две ночи подряд хищник приходил в загон за добычей. Хозяин принимает меры по защите своих животных. Полина Мельниченко побывала на месте происшествия. Калин, управляющий крестьянским хозяйством в Яконовке. Вся семья уже несколько десятков лет занимается разведением лошадей, коров, овец. В это дело вложили душу, но последние дни стали испытанием для заводчика. За парнокопытными повадился тигр. Нападение хищника унесли две жизни. Поднялся на бугородчик, увидел, что забор сломанный, блок перевернутый. Посветил фонариком и обнаружил, что лежит уже второй, получается, жеребенок. Вот это, ну, уже труп. Дерый, чуть-чуть ногой дергал, но он уже умирал. Соответственно, повернул фонарик на поле, и она в метрах ста. Тигр сидел прям, ну, лежал или сидел, увидел глаза, силуэт хорошо видел. Глаза были здоровые. Соответственно, я ей просто не дал ей поесть, просто ужин ей испортил, как сказать. Она загрызла, а покушать не успела, потому что я подъехал сразу же. 11 сантиметров. Эта лапа довольно взрослой особи. Предполагается, что самки. Рядом находится след поменьше. Скорее всего, ее детеныша, которого она, предположительно, учит охотиться. Вот так вот мы жгем костры. Будем до утра хранять. Сейчас пойдем дальше еще жечь. Хозяин принял меры по защите своего скота, перегнал лошадей в дальний загон, а ночью отпугивал хищницу огнем. Несмотря на это, тигрица вернулась и доела свою старую жертву. Кроме того, охотница расширила радиус. В выходные напала уже на лошадь в Корсаковке. Вчера приезжал сюда ветврач, он делал заключение, он делал все размеры укусов клыков. В госоходнадзор приезжал, все размеры лапы, укусы, все травмы, он все фотографировал, все делал записи. Информации об отлове тигрицы пока не поступало. Напомним, что у заводчиков, которые лишились части своего табуна, есть право как минимум на компенсацию ущерба. Для этого нужно обратиться в Центр «Амурский тигр» и Краевую дирекцию по охране объектов животного мира. Полина Мельниченко, Алексей Максимов, Телемикс. Сегодня стало известно, что в Хабаровском крае тигр снова напал на охотника. Хищник проник в лесную избушку и ранил человека. Парню 19 лет, у него порвана левая рука и частично шея. Отметим, что в Хабаровском и на севере Приморского края этой зимой растет количество конфликтных ситуаций с участием полосатых кошек. Практически ежедневно голодные тигры приходят в поселки в поисках еды, собак и домашнего скота. Впереди короткий рекламный блог. Оставайтесь с нами. Далее вы увидите. Лав-стори одной семьи. Романтический праздник. Повод вспомнить момент знакомства. День книгодарения. О старой и новой литературе поговорили с уссурийцами. Начнем рассказ с Некрасова. История улиц в рубрике «Карта города». Это вечерний выпуск программы Телемикс новости. Идем дальше. Дмитрий и Наталья в браке восьмой год, а знакомы уже 20 лет. Молодые люди дружили с самого детства, а когда выросли, создали семью. У пары двое детей и большие планы на будущее. В день всех влюбленных супруги поделились своей историей с нашей съемочной группой. Я даже не могу конкретно вспомнить, когда мы познакомились. Это было в каком-то детском возрасте. Мы дружили, общались в одной компании. Ну, может быть, мы симпатизировали друг другу, но не настолько, чтобы это переходило в какие-то отношения. Очень давно, 8 лет назад, мы жили в одной деревне всю жизнь. Знакомы были очень давно, и как-то дороги наши разошлись. Потом мы встретились и создали семью. Самое объединяющее нас занятие – это, конечно, воспитание детей. Очень увлекательный квест. Лишний раз нужно промолчать. Ну, я обычно не молчу. Я, конечно, выплескиваю свои эмоции, но Дима, видно, уже понял, что нет смысла на них отвечать. Он просто бывает, да, спокойно молча, пережидает. И все, я очень быстро отхожу, и через 5 минут я могу подойти, разговариваясь, и никак ни в чем не бывало. Я могу поддержать ее. Я купить книгу ей, пойти в книжный клуб. Иногда ему не с кем на рыбалочку зимнюю съездить, например, и я тоже могу поддержать его. Пусть не особое удовольствие от этого получаю, но иногда можем вместе выехать. Наше будущее. И, наверное, у нас будет еще один ребенок, третий все-таки. У нас двое детей. Ну, вопрос о третьем ребенке такой. 50 на 50. Ну, я уже заказала у него подарок. Я знаю, что мне подарят. Я заказала орхидею. Еще пока не знаю, не решил. Когда у меня плохое настроение, он покупает мне всякие сладости и дарит мне их. Я даже не знаю, как это у нее получается, но просто со мной разговаривает, и нормальное настроение получается у нее. Ну, мне кажется, самое главное – это уважать друг друга, поддерживать, ну, и не терять чувство юго. Чувство юмора очень выручает в семейной жизни. Надежные. Счастливые. Еще один праздник отмечают в мире 14 февраля – День книгодарителя. В России эта дата стала особенной недавно. 10 лет назад главная идея – показать, что даже век технологий бумажная литература все еще нужна. Так ли это моя коллега Анна Клыга узнала у ценителя книг, а после узнала мнение прохожих. Давайте посмотрим. У Пушкина могло быть такое Евангелие. Могло бы и не быть, конечно. А вот Раскольников с Соней Мармеладовой могли читать именно такое Евангелие. В руках – атрибут прошлой эпохи. Книгу выпустили в 1822 году, еще во времена Александра Первого. Экземпляр занимает почетное место в коллекции уссурийца Игоря Варицкого. Это подарок друга. А вот откуда товарищ раздобыл такую реликвию, история умалчивает. И даже принадлежность к Даниловской усадьбе, которая указана на страницах, в поисках не помогает. Двариант Даниловых в Российской империи было шесть десятков родов, если не больше. И какие это именно Даниловые, что за усадьба, ничего это не говорили. А почерк такой, мальчик какой-то писал, подросток. Двухсотлетняя Евангелие, а также другие презенты от знакомых и друзей – это, безусловно, память о людях и событиях. Но все же Игорь Варицкий уверен, дарить книгу нужно только, когда знаешь литературные вкусы получателей. В ином случае лучше преподнести конфеты. Хотя есть еще один вариант. Сейчас мы живем в эпоху расцветной технологии. Можно подарить человеку подписку на какую-нибудь инвайль библиотеку, пускай себе качает, что хочет. Есть еще способы знакомиться с разной литературой. Подарить книжку, которую уже осилил, или взять почитать другую, можно в специальных местах. В разных районах Уссурийска есть полки, подоконники, шкафы для любителей такого досуга. Самые популярные – в скверах города. Свободный книгообмен. Люди приносят, ставят, кто-то забирает. Мы за ними присматриваем, за порядком наблюдаем. Шкаф возле центральной городской библиотеки, он просто постоянно пустой. Потому что оттуда, ну, прям разбирают, как горячие пирожки. А какую книжку вы хотели бы подарить другим? С таким вопросом на подумать мы отправились на улицы и поинтересовались у случайных прохожих. Хотела бы подарить стиль для Элджернона. Ты это людям даст многое понять. Азора из десятихи. Почему? Ну, потому что она мне понравилась. Я бы хотел, чтобы люди прочитали ее тоже. Тонкое искусство пофигизма. Оно в жизни очень сильно надо. Очень хорошему учит. Брэдбери. Какую? 450 градусов, да, по фаренгету. Хорошая вещь. Почему-то Гарри Поттер. Потому что это классика, фантастика, и это всем интересно, скорее всего. Не забывайте про русскую классику. Спасибо. С Николаем Алексеевичем не поспоришь. А в день книгодарения интересных историй и небанальных сюжетов вам желают Анна Клыга и Роман Адонин. Телемикс. Телекомпания Телемикс решила освежить старую добрую рубрику «Карта города». Теперь ее героем может стать любой житель Уссуриска, который любит с пользой гулять по родным улицам. Первыми самыми любознательными оказались подростки. В разных сериях школьники будут включать аудиоэкскурсию, вспоминать историю и знакомить нас с памятными местами на карте нашего города. А съемочная группа и вы, зрители, за ними подглядывать. Отправная точка, улица Некрасова. Привет! Меня зовут Лиза. И сегодня я прогуляюсь по карте нашего города. Уже 15 лет хожу по этой улице. Интересно, почему все-таки Некрасова? Ну, а раньше как она называлась? Пока пройду ее 6 километров, послушаю аудиогид. Первые переселенцы облюбовали излучину реки Раздольный, заложили город, сочетающий в себе современность и историческое прошлое. Уссуриск – один из красивейших городов Приморья. Много достопримечательностей, ровные и уютные улицы. Одна из них, Некрасова, начала формироваться в 1880-х годах. Вначале считалась периферийной, значит, не в центре, отдаленной. С середины 1950-х годов стала главной городской магистралью. Начала застраиваться. Улица Некрасова, по которой мы идем, названа в 1921 году в честь столетия со дня рождения русского поэта Николая Алексеевича Некрасова. На перекрестке с улицы Чечерина появился памятник русскому поэту. В мае 2009 года неизвестные вандалы разделили памятник Николая Некрасова ровно пополам. Видите, даже шов после реставрации остался. Ну ничего, мы тебя сбережем. Прежнее наименование – улица Украинская. А почему? Потому что проживали здесь переселенцы с Украины. Названо постановлением городской думы в 1920 году. До этого носило название «Унтербергеровская» в честь военного губернатора Приморской области и наказного атамана у сурисского казачьего войска. Через дорогу с наушниками переходить нельзя. Павел Федорович Унтербергер окончил Николаевскую военную академию по первому разряду. 24 года служил в инженерном управлении Восточно-Сибирского военного облака. «Унтербергеровская». «Унтербергеровская» – фух. Вот скороговорка была у селян. «Унтербергер» организовал перепись населения области в 1897 году. 10 869 человек. Это было в селении Кольском. Внимание уделял обустройству крестьян-переселенцев в южно-уссурийском крае. Уссиление у сурисского казачьего войска в пограничной полосе сопровождал цицеревича Николая во время его приезда в село Никольское. Представил наследнику казачьего войска и преподнес ему войсковую хлеб-собь. Это ж надо! Как интересно! Надо поделиться суткой с подружкой! Поскольку улица Некрасова примыкала к китайскому кварталу от улицы Агеева до улицы Сибирцева, здесь долгое время не селились чиновники и не строили общественное здание. После строительства града Николаевского собора он находился на улице Ленина. Улица стала престижной. Земельные участки на ней приобрели известные в городе Курцы братья Пьянковы, Дайкова. В начале 1910-х годов выстроили здание торгового дома «Чурин» и компания, где впоследствии расположился кожеведный спонсер. А к 1905 году на склоне Илюшкиной сопки была выстроена городская тюрьма. А, тюрьма? Так я ж до начала Некрасова дошла, а она в другой стороне. Ну ничего, мне уже пора делать уроки, а я с удовольствием прогуляюсь с вами еще раз. Так, сохранить закладку. Это все новости на сегодня. Напомню, что наши сюжеты можно пересмотреть на сайте телемикс.тв. Также не забывайте про социальные сети. Этим вечером в студии работала Ольга Муравьева. Увидимся. А в 21.00 смотрите на нашем канале художественный фильм «Гений». Сколько неудачных продуктов вы выпустили в последнее время? Эта дурацкая шапка с телевизором для бегунов. Смотреть телевизор во время пробежки. Зубная щетка 10 секунд. Для тех, кто спешит. Двое друзей-неудачников мечтают изобрести уникальный продукт, который поможет им разбогатеть. Мы вместе погубили наш бизнес. Мы оба занимаемся скучной работой. Мы сломаны и приближаемся к среднему возрасту. Как думаешь, это повод для депрессии? Вопрос с подковыркой. Получат ли приятели мировое признание? Ствол стоит 800 долларов, а ветви по 400 долларов. То есть можем срубить 10, даже 20 кусков. Ясно, мы получим стартовые деньги преступным путем. Смотрите комедию «Гений» 14 февраля в 21.00 на канале Телемикс.